Hello, дамы и господа! Сегодня у нас на небольшом таком обзоре и первом тесте, первом взгляде непосредственно наушники от компании A4Tech под названием FH200i. Погнали! Поставляются наушники в вот такой вот коробочке, красивые, тяжелые, базара нет, тут написано все его спецификации и тому подобное, что и как, и что и почему, непосредственно с чем они совместимы. ПК, мобильный телефон, свитч, PS4, PS5, Xbox, длина кабеля 1,80 см, адаптер 15 см, порт 3,5 см, подключается непосредственно к материнской плате, аудиовыходам и тому подобное. Чувствительность минус 44 децибела, 100 герц, минус 10 герц и это микрофон и непосредственно наушники у нас 100 децибел, 16 ом сопротивления и тому подобное. Ну это для кого будет полезно, может кому нужно. Диаметр непосредственно амбушюр, 50 мм, есть даже небольшое шумоподавление и написано, что lightweight, что типа легкие. И хочу сказать, что действительно, наушники довольно легкие, я буду сравнивать их опыт использования со своими старыми Defender'ами, вот такими вот. Обзор также есть на моем канале, можете поинтересоваться, посмотреть, но они вообще уже как бы поношены и давно я их уже использую. Ну, честно сказать, если так в двух словах, наушники не стоят своих денег, очень неудобные, микрофон вообще отстойный, играет и на троечку. Единственный плюс то, что длинный кабель в основном, а в остальном это, ну, не стоит своих денег и свою покупку. Почему я выбрал именно наушники компании Afortech? Никаких предупреждений к ней вообще, в принципе, нету. Просто единственное, что у меня было в магазине Eldorado скидка, бонусные баллы в размере 220 гривен. И я такой подумаю, ну, добавлю 200 гривен и куплю себе какие-то наушники. Именно так и получилось, эти наушники стоят 480 гривен в нашем магазине. Обошлись мне они 200 с небольшим. То есть, забегая наперёд, хочу сказать, что за 200 гривен, если их покупать, это вообще покупочка must have. Но 500 гривен стоят ли они, либо не стоят, я бы уже поспорил. Ну, а давайте поподробнее. Поиспользовал я их где-то недельку, чтобы, в принципе, иметь впечатление некоторое, чтобы вам что-нибудь рассказать. Да, действительно, наушники очень лёгкие, садятся на голову очень-таки серьёзно, очень качественно. Вообще не давят, долго можно их использовать, голова не устают, уши не устают. Благодаря вот этой вот системе автоподгону вы одеваете, оно не давит и в то же время не болтается. Уши полностью заходят сюда, в наушники, и они не устают. Что касается из минусов, это, на мой взгляд, довольно-таки коротковатый кабель. Даже я бы не сказал, что тут метр восемьдесят. Перемерю на самом деле, потом поставлю. Вот, и, как вы видите, здесь в конце ещё идёт адаптер. Адаптер очень такой хлипенький, вот эти вот кабелёчки такие слабенькие. И вот они, 3.5 миниджеки в таком формате. Если вам нужно подключить к телефону, вы можете использовать только вот этот вот кабелёчек. А так, в основном, весь кабель, то есть, оплетён довольно-таки нормально. Думаю, не перетрётся. Что касается звучания, то, в принципе, громкости хватает. По качеству звука могу сказать, что где-то на 4. Ну, если брать сравнение с Defender'ами, на четвёрочку. Басы хорошо звучат, стерео звучит хорошо. Да, я хотел сказать, что здесь стерео, это не 5.1, не 7.1, а именно здесь только стерео. Левый и правый канал. Микрофон я вам запишу, как он звучит. Тестовая запись микрофона без какой-либо обработки, напрямую, вот через программу. В пример про. Хочу также сказать, что кабель всё-таки оказался немножечко короче, на 5 сантиметров. Попфильтр работает в таком формате 1-2 раз, 1-2-3, 1-2 раз. Ну, пойдёт, пойдёт. Можно что-нибудь там переговариваться с аккомандниками и, в принципе, неплохо радует, что здесь есть уже стандарты попфильтр, который будет убирать ненужные шумы, там, пупу-пу, всякие там вздохи, ахи и тому подобное. Никакой подсветки, как я уже сказал, нету. Сам пластик, ну, такой средненький. Насчёт маркости я не знаю. Ну, как бы, это не самая важная особенность, которая должна быть у наушников. По этим амбушюрам неплохо-неплохо сидят. Очень мягкие и лёгкие, как я уже сказал. Это также выполнено у нас из пластика. В принципе, если брать во внимание его цену, если где-то найдёте гривен за 250, за 300, можно взять. За 500 я бы уже, наверное, их и не брал. И они, эти денег, не стоят, на самом-то деле. Здесь регулятор громкости имеется у нас на наушниках. Ну, для телефона я бы не советовал, пробовал на телефоне слабенько играть. Если у вас телефон слабенько выдаёт какие-то частоты, либо же просто аудиовыход слабенький, то они не подойдут. А я не думаю, что это будет брать для какого-то использования. Ну, как-то так.